приветствую вас друзья появились подробности ребаланса ветки панзеркомфаген 7 это тяжелые танки немецкие будут переработаны восьмерка девятка десятка и в этом видео я вам подробно расскажу про каждый танчик начнем с восьмерки альфа тапок так называемый вк 4502 а во первых роль танка изменится и станет штурмовой тт ему там накидают очень много брони очень много веса он весил 57 тонн а будет 73 также добавили еще много хп ну и понятное дело раз он стал тяжелым он начал медленнее вращаться конкретно сказать что там именно по броне улучшилась сложно приводят какие-то циферки типа было 100 миллиметров башни станет 180 тоже какое-то место было 100 будет 120 80 превратится в 120 какие-то 100 миллиметров 140 где это было и насколько она там изменится сложно сказать также там корпус я так понимаю в лд было 150 будет 170 нлд видимо 120 превратится 135 борт был 80 будет 120 но в общем и целом сложно сказать в конкретно в каком это месте там она изменилась это надо будет смотреть уже когда она видимо выйдет хотя бы на общий тест также хп еще было у нас на стоковой башне 1470 будет 1550 на топовой башне 1570 превратится в 1650 также еще улучшили броню в маске глядя на об этого танчика хочется сказать только одно броня это конечно хорошо был танчик у нас странненький и броня слабенькая и орудие слабенькая и ездил так себе максималка 38 удельная мощность почти 15 это вроде бы неплохо нехорошо но в совокупности со всем остальным смотрелось никак и вот что меня больше всего смущает это его орудие по сути танк все равно должен остаться проходным поскольку пробить основным снарядом 200 специальным 244 альфа 320 дпм 1900 точность 037 сведение 2,3 секунды ну такой пушкой на восьмом уровне сейчас никого не удивишь особенно прям танки они только могут посмеяться ну по сути это какая-то станет бронированная телега с грустной пушкой такой танчик хочется просто пройти забыть даже после апа я не знаю насколько там надо его забронировать чтобы эта пушка стала актуальной теперь переходим к девятке это у нас уже топок б вк 4502 б и что мы здесь видим по сути у этого танка четыре пушки вместе со стоковой и разработчики на всех этих пушках делают увн и 7 градусов насколько я понимаю а было везде по 5 также улучшают еще на топовые пушки перезарядку и сведение а на всех остальных пушках только увн и вниз улучшаются с 5 на 7 перезарядка у нас было 15 и 7 будет 14 и 7 на одну секунду сведение было 2 и 6 будет 2 и 3 то есть по сути на девятки потрогали только пушку на мой взгляд этого недостаточно танчик в свое время очень жестко имбовал броней он нравился челикам которые любили потанковать лбз повыполнять на танкование потом в какой-то момент он просто помер после кое-какого патча в 2017 году и больше этот танчик в рандоме мы не видели в принципе как эту ветку в целом и на мой взгляд тут надо не только пушку трогать но и броню то есть получается что тут мы орудие вниз опускается не на 5 и на 7 перезарядка на секунду быстрее и сведение было 2 и 6 будет вай 3 все вот весь ап да казалось бы неплохо но в целом это громоздкий большой медленный танк у него максималка 30 удельная мощность 10 он очень медленно поворачивается точность 037 до неплохое как для девятки пробития основным 246 специальным 311 альфа 490 тапок б в игре у нас появился в патче 02 в 2010 году танку 14 лет и в патче 0 9 2 ему броню апнули жестко в лд и нлд сделали 200 миллиметров потом в патче 0 9 17 1 решили что 200 миллиметров в нлд много сделали 170 а борт сделали 120 вместо 100 и вот после патча 0 9 17 1 в 2017 году когда ему понерфили нлд танчик помер поскольку у него заднее расположение башни и он в основном танковал лбом корпуса который понерфили никто не стал на нем там бортом танковать ему якобы придумали что он бортом видимо должен танчить добавили броню в борт но просто люди перестали вообще на этом танке и вообще на этой ветке играть но прикол в том что нлд 170 миллиметров пробивается не так уж сложно если у вас пробитие бы башка там 250 то 70 процентов шанс что вы его пробивать если сильно докрутить ну 40 процентов шанс будет а это нлд но впереди вас время торчит и все и почему вот по сути сдох тапок b если мы берем какую-нибудь девятку допустим фейс один очень легко это танчик на девятом уровне встретить его за боевой пропуск за жетончики берут если фейс один заряжает голду он в нлд пробивает шансом 99 с половиной процентов в лд пробивает шансом от 80 до 60 в лд лоб башни пробивает 99 процентов шанс крыша башни пробивается сто процентов шанс я уже молчу про лючки там даже в маске дырка есть маленькая и борт сильно тоже не по выкручиваешь против голды по сути в 2020 чертом году тапок b помер потому что он против голды ничего не танкует а сейчас весь рандом в основном на голде и катает поэтому это прикольно что тапку b апнули перезарядку у вены даже сведения но зачем нам нужен танк с максимальной скоростью 30 удельной мощностью 10 задним расположением башни который голдой силуэт грубо говоря пробивается я уже молчу про пт которые будут пробивать этот танчик насквозь да он все-таки все равно бронированный против танка у которых плохое пробитие там в топе против восьмерок семерок но пока ты там будешь эти бои ждать пока ты в топ попадешь где-то там те еще арта оглушение будет наваливать и вообще не представляю как он в оглушении там мне кажется вообще ездить не будет плюс бои быстрые а зачем он этот танк теперь нужен непонятно и у него хотя бы влд должно быть такое чтобы отбивать снаряды уверенно а у него еще и нлд там теперь не особо толстая я чё-то смотрю на это все и не вижу прям оживление этой ветки пока что что на восьмом уровне пушка мертвая на девятом уровне броня полумертвая по сути этот танчик помер когда ему понерфили нлд именно в тот патч люди просто перестали на нем играть если бы броню в нлд вернули при том что ему еще и пушку немного улучшили может быть бы он и заиграл поскольку сейчас он голдой пробивается ну не сложно может быть 14 лет назад он что-то из себя и представлял но явно не сейчас ну и переходим к десятке панзеркомфаген 7 появился он у нас в патче 0.9.17.1 и занял место 10 уровня также тапок b который у нас был перед маусом на девятом уровне уехал в ветку панзеркомфаген 7 и тоже там остановился на девятом уровне а под мауса добавили девятку и восьмерку новые маушины там всякие а это получилась новая ветка из старых танков и одного нового его 2017 году понерфили нлд у тапка b и он помер и появился у нас танк десятого уровня панзеркомфаген 7 который был изначально мертвый и по сути вся эта ветка 7 лет никакущая и после 7 лет мучений эта ветка получает вот такой вот так себе ап на восьмом уровне пушку бы еще подапать на девятом уровне вернуть хотя бы ту броню которая была ну а на десятом уровне там и броня слабая и пушка слабая на десятом уровне у панзеркомфаген 7 пушка немножко лучше чем на девятом альфать 560 пробить основным снарядом 258 специальным 315 2.6 сведения 0.37 точность у него не так уж сложно пробивается нлд очень легко пробивается маска еще и лючок на башне есть и вокруг башни щеки огромные тоже несложно пробивает дыр в этом танке полным-полно что разработчики улучшают этому танку перезарядка была 16 секунд будет 14 7 сведения было 2,6 будет 2,3 десятых и улучшают броню в маске ну я не знаю мне кажется что прям сильно это танчик не живет вот почему имбовый танчик за гк который в к 70 2 0 1 к потому что там альфа 750 они 560 и пробитие специальным снарядом там 350 поэтому этот танчик имбовый а прокачивая танчик туфта потому что там маленькое пробитие на таком фоне и небольшая альфа да и броня по ощущениям тоже особенно в маске хуже но может быть броня теперь после апы в маске будет и нормальная это еще проверить надо но вот пушка все равно на мой взгляд будет проигрывать да дпм конечно вырастет и сведения тоже но по сути это и весь ап улучшение брони в маске перезарядка и сведения казалось бы это те вещи которые танку нужны но нужно учитывать что этот танчик находится на самом днище некоторые танки которые находились высоко их апали в разы сильнее допустим йоху давали намного больше при апе при том что он и так находился выше среднего этот танчик находится прямо на самом дне ему дают вот броня в маске секунда перезарядки чуть-чуть сведения все как будто бы это танчик уже и так хорош подведем итоги на мой взгляд эта ветка дай бог подрастет хотя бы до серединки не больше просто это подорожник прилепили лишь бы она там не сдохла и принципе все это скорее больше подхоже на поддержание жизни нежели воскрешение я после такого апа не побежал бы качать эту ветку прямо в первую очередь так если уже делать совсем нечего можно попробовать но я не вижу эти танки в рандоме чтобы они сейчас были актуальны и пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока